Привет, друзья! Вы на канале Форест Скаут, и сегодня будет видео про поясную сумку от компании Сплав, модель Варан. Не Баран, а Варан! Но шутки в сторону, друзья! Перед тем, как мы начнем, не забывайте подписываться на канал, ставить лайк под этим видео, и мы погнали! Итак, что я могу сказать про эту сумку? Покупал я ее несколько лет назад, вместе с рюкзаком Сплав Сит М2. Рюкзак отличный, кому интересно, можете посмотреть на него обзор на моем канале. Что касается сумки, короткий ремень, хреново пошито, мало что влезает. Ну а теперь давайте посмотрим сумку поближе, я покажу, что мне в ней конкретно не понравилось, и почему я ее за несколько лет ни разу не использовал. Итак, друзья, начнем с того, что размеры у сумки 20 сантиметров на 11 на 8, вес всего 200 грамм, материал полиэстер плотностью 900D, фурнитура DuraFlex. Обратите внимание, что пояс здесь крайне короткий, всего максимум 130 сантиметров. Если у вас пузико, вы его просто на себе не застегнете. Спереди мы видим карман. У производителя он позиционируется для того, чтобы положить туда какую-то мелочь. Проездные документы, карточки, проездные банковские карточки. Мы, кстати, померяем, что туда поместится. Сзади имеем скрытый карман для того, чтобы туда положить тоже, наверное, телефон, либо какие-то документы, либо то, что вы хотите. Видите, основное отделение. Основное отделение достаточно здесь, в принципе, большое. Туда влезает, внимание, три пары носок. Имеется карабин пристегнуть ключи, либо какую-то мелочевку. И внутреннее отделение вот такое на молнии, маленькое. Молнии здесь, кстати, имеют тоненький паракорд, за который их удобно расстегивать. Отвратительное качество пошива. Вот так вот, я не знаю, нужно было шить, наверное, не руками, а ногами, чтобы вот здесь вот образовалась вот такая складка. Вот так вот она прошита неровно. И это уже не выпрямится, друзья. Вот так вот она и есть. Это очень бесит. Сумка сейчас стоит не много, не мало полторы тысячи, считайте, на сайте. И вот такое вот качество. Не говоря уже, что вот здесь вот неровная строчка тоже. Но неровная строчка меня мало волнует, да. А вот то, что здесь кусок пришит непонятно как, это просто бесячка. По поводу вот этого кармана для переноски карточек, проездных там и так далее. Вот проездная карточка. Она сюда прекрасно не помещается, друзья. Как ее здесь переносить? Вот скажите. Каким боком-то она сюда влезает? Все, это максимум, это потолок. Я даже не могу вот здесь ее вот так подвернуть. А, вот так вот, наверное. Ну, это дичь полная. Задний карман. Ну, телефон сюда глупо класть, потому что вам могут позвонить, его нужно достать, а он будет у вас прижат к пузу. Документы. Ну, документы у меня сюда не поместятся просто. Да и телефон, да. Сюда не очень влезет, особенно если у вас телефон вообще большая лопата. Забудьте. Сюда он не пойдет. Что же нам остается? Основное большое отделение, друзья. Хорошо. Сюда я повешу ключи, потому что ключи сюда тоже у меня не влезут. Сюда, наверное, только вот мелочь 5-10 рублей брошу. Ключи вот я сюда прицеплю, чтобы они мне не зацарапали там телефон. Я их уберу вот в этот кармашек, закрою его на молнии и сюда уже все положу. Карточку, телефон, документы, кошелек. И вот так вот. 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 Сумку немножко поднабили. Нифига тут не выпрямляется. Бесячка, блин. Как так можно пошить? Я просто, я просто в шоке, друзья. Итак, насколько я хорошо отношусь к компании «Сплав». У меня много вообще их вещей, но вот эта сумка просто сплошное недоразумение. Крайне недоволен, отвратительно в ней все, поэтому я ее не ношу. Может, я слишком строг и суров, я обычно лоялен всегда, как-то оправдываю производителей. Но этой сумке нет оправдания, извините. Вообще, мне кажется, она пошита для школьников. Потому что она имеет непутевый размер, непутевые карманы и короткий ремень. В принципе, для подростков нормально. Это, знаете, вот ты не носишь, выкинуть жалко. Вот такие пироги, друзья. Друзья, пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этой сумки. А также не забывайте подписываться на канал, ставить лайк под этим видео. Вы были на канале Forrest Scout. Всем удачи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok